Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Совсем недавно мы с вами говорили об Анастасии Заворотнюк. Столько лет уже вся эта история тянется, и до сих пор о ней говорят, потому что достаточно большое количество людей переживали за ее здоровье. И, конечно, им интересно, что происходит, почему дочь, например, решила уехать в Дубай с мужем, собственно, как можно оставить маму, да и еще раз говорю, психологически она бы ее никогда не оставила. Я даже уже, может быть, не очень корректным вопросом задался, но, тем не менее, мне кажется, многим это в голову приходило. Вообще, жива ли она действительно? И что происходит? И вот сегодня стало известно о том, что Анастасию Заворотнюк тайно увезли из дома, а три месяца ее скрывают уже в другом совершенно месте. Вот что пишут СМИ по этому поводу. Теперь же стало известно, что Заворотнюк госпитализировали в онкологическое отделение частной медицинской клиники в центре Москвы. Это держалось в строжайшей тайне. Анастасия с сентября была в больнице, никто не знал об этом. Под круглосуточным наблюдением Заворотнюк находится уже четвертый месяц. Косвенно госпитализацию актрисы подтверждают записи с камеры видеонаблюдения и штрафы. Помните, был снимок, где они с Чернышевым едут, и там якобы Заворотнюк такая, ну, действительно похожая на нее, располневшая на переднем сидении. Это камера, которая фиксирует штрафы. Вот как раз поговорит, как раз было по осени, как раз поговорит, что это он вез ее в клинику. И с начала сентября зафиксировано, что Петр Чернышев, муж, неоднократно приезжал к этой клинике. Иногда ему было негде оставить автомобиль, и фигурист нарушал правила, что получил 13 штрафов. Спортсмен порой навещает Заворотнюк глубокой ночью, иногда заезжает к ней два раза в день. В каком состоянии актриса неизвестна, от семьи комментариев по-прежнему нет. Друзья, вы знаете, вот, ну, на самом деле, сейчас уже, конечно, возникает вопрос. С одной стороны, я понимаю и уважаю их решение, конечно. И Петр Чернышев молодец, что он не выносит это, да, что это вот, ну, они так решили. С другой стороны, конечно, уже можно задаться вопросом, что за такая уж прям тайна за семи печатями, да. Ну, тот же Юдашкин, болеющий онкологией, так сказать, совершенно спокойно об этом говорит, хотя его внешность тоже, вы знаете, очень сильно трансформировалась. Но, тем не менее, здесь вот какая-то прям тайна просто до невозможности. Еще раз говорю, понять можно, но вот такие новости, значит, в принципе, конечно, можно объяснить, потому что вы знаете, что с гриобластомой агрессивная форма рака, которая была выявлена, у Заворотнюк живут, ну, 2-3 года, как писали. Вот с 2019 года как раз прошло 3, собственно говоря, она находилась дома и там дежурила кореция скорой помощи. И я так понимаю, что ей оказывалось помощь на дому, она была дома. Ну, а сейчас в клинике под наблюдением, если действительно это так, то, в принципе, мне понятно, почему ее перевезли в клинику, потому что, ну, подходит вот этот срок. Поэтому, может быть, дочь уехала, потому что им как бы все понятно и, ну, как бы, с этой точки зрения они пережили то время, когда можно было взаимодействовать с ней. Я вот об этом хотел сказать. Ну, а муж, естественно, рядом. Не знаю, еще раз, друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Я напоминаю, друзья, что вы можете подписаться на мой Телеграм-канал Будда Гришна Новости, там новости в формате 24 на 7, плюс мои ролики на остросоциальные и политические темы. И здесь на Ютюбе есть канал, он называется Будда Гришна Новости, он резервный, запасной, подпишитесь на него, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.